День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Письма добра. Из Рязани на фронт пишут самые нужные слова. Серебряная копытца, маршак и каштанка. Во всероссийский день книгодарения детскую областную библиотеку посетили театралы. Не отступать и не сдаваться. В год столетия «Динамо» побеждают спартаковцы. Письма добра солдату. Так называется акция, организованная Молодежным советом отделения социального фонда по Рязанской области. Теплые слова поддержки для бойцов в зоне проведения СВО рязанцы пишут в рамках регионального сбора «Все для победы». Подробности в нашем следующем сюжете. Каждое письмо начинается с обращения «Дорогой солдат». Все слова с большой буквы. Это письмо на фронт. Ребятам, которые находятся в зоне СВО. И каждая строка тут от чистого сердца. Я пожелал ребятам выполнить поставленную перед ними боевую задачу и благополучно вернуться домой. Стартовала акция «Письмо добра солдату» еще в прошлом году. Тогда же произошла самая резонансная история. Боец из Забайкалья постоянно носил при себе письмо, которое в рамках акции ему написал четвероклассник. И однажды обнаружил, что конверта при себе нет. Прямо во время боя он вернулся обратно, чтобы проверить, не обронил ли где письмо. И буквально в этот момент, в то самое место, где он стоял минуту назад, прилетел снаряд. Я видела несколько видео, записанные самими военнослужащими с передовой, где эти мужественные бойцы, которые, по сути, ничего не боятся, испытывают невероятные эмоции. Они плачут, читая эти детские послания. Как они украшают свои блиндажи и землянки рисунками детскими. Что они носят эти треугольнички в нагрудном кармане, рядом сердце. И рассказывают о том, что эти теплые-теплые письма греют их. Юлия Чеснокова решила организовать сбор писем в Рязанском отделении. И сотрудники с радостью откликнулись. В акции приняли участие не только специалисты отделения социального фонда, но их дети, внуки, даже друзья и знакомые. Общими усилиями собрали около двух десятков писем и красочных рисунков с пожеланиями. Сейчас несколько сотен тысяч отправились на фронт. И получается, что несколько миллионов их здесь ждут. И я хотела бы, чтобы все эти люди знали, что не они одни ждут, что мы ждем вместе с ними. И что мы вместе с ними верим в их возвращение. И пусть эта наша общая вера передается на фронт и помогает победить и вернуться. Неизвестно, в какую часть попадут эти письма. Неизвестно, из какого региона будет боец, который прочтет эти строки, написанные здесь, в Рязани. Но это и не важно, говорят сотрудники. Это ведь такие же мужья и отцы, которые получат самые добрые слова. Еще одни литературные подарки пришли сегодня в детскую областную библиотеку. Сотрудники театра «Кукол» присоединились ко всероссийской акции «Книга дарения». Впервые ее провели еще в 2010 году. И с тех пор, ежегодно, в феврале, каждый может принять в ней участие. Детская областная библиотека сегодня принимает не только подарки, но и гостей. Актеры кукольного театра приехали вместе с куклами, чтобы приоткрыть для детей некоторые тайны за кулисе. Но основной целью визита стали книги, которые театр подарил детским библиотекам, вдохновившись всероссийской акцией. Подборка книг не случайна. Абсолютно все книги в нашей посылке – это книги, которые так или иначе заявлены в репертуаре театра. Здесь есть как произведения, подходящие для семейного чтения, так и, например, «Вильям Шекспир», но адаптированные для детского чтения. «Каштанка», «Серебряная копытца», «Стихи Маршака», «Сказки Андерсона» и «Русские народные сказки». Классика детской литературы, да еще и в очень красивом исполнении. Подобрано со вкусом. О подобных книжках на полке мечтает, пожалуй, каждый ребенок. Да и родителям будет невероятно приятно полистать эти страницы со знакомыми с детства иллюстрациями. Это классики советской иллюстрации, это Сутеев, это Бычков. И это, конечно, все издания, которые принято называть подарочными. Мы надеемся, что они проживут долгую и счастливую жизнь в новых библиотеках. Книги отправятся в Путятинскую районную детскую библиотеку и в Солочу, библиотеку детского санатория. Чрезвычайным происшествием сегодня в Дубровичах утром сгорел частный дом. При пожаре погибли три человека. Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10.43 дня. На очаг возгорания выехало два пожарных расчета в составе 8 человек. На момент прибытия группы одноэтажный дом горел по всей площади. Всего в тушении пожара участвовало 15 человек и 4 единицы техники. В 11.48 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров. Проводится проливка и разборка места пожара. Личности трех погибших сейчас устанавливаются. Выступление Владимира Мимоглядова, представителя Рязанского отделения Ассоциации крестьянских, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, на 34-м съезде агрария в страны получилась одним из самых резонансных. О проблемах на земле приехали поговорить 700 делегатов из 71 региона страны. Съезды АКОР, Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России – это всегда открытая площадка для диалога. Не факт, что тебя поддержат, но слово дадут точно. Вот и говорят аграрии о самом сокровенном. Сегодня сельхозпроизводители работают в условиях ограничения экспорта и снижения внутреннего спроса. Получив в прошлом году рекордный по многим показателям урожай доходов, достаточных для дальнейшего развития, зачастую нет. Самым наболевшим вопросом, который затрагивает всех товаропроизводителей во всех сферах сельского хозяйства, является электроэнергия. Объяснить все формулы и методы подсчета цен в приказах региональных энергетических комиссий просто не хватит времени. Но при первом приближении удалось сделать неутешительный вывод. С 1 июля 2022 года стоимость подключения к электросетям в России резко возросла. Если раньше мощность до 15 кВт можно было подключить за 550 рублей, то теперь за каждый кВт нужно заплатить минимум 3 тысячи рублей. Минимальная цена 15 кВт мощности таким образом составит 45 тысяч рублей. И насколько я понимаю, это касается только тех потребителей, которые попадают под простое подключение. Председатель некоммерческого партнерства «Союз крестьян» Рязанец Владимир Мимоглядов на таких площадках всегда говорит откровенно. В прошлом году он выступал с идеей провести колхозную амнистию по аналогии с дачной амнистией, чтобы можно было бы зарегистрировать право собственности на недвижимость бывших совхозов и колхозов 90-х годов. В этом удивился запрету студентам аграрных вузов проходить практику у индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств. А дальше заговорил о наболевшем. Было заявлено, что сельхозпроизводителям выдадут субсидию 2000 рублей на реализацию одной тонны зерна. В период самых низких цен. Август-декабрь. Это не мои слова, это слова пресс-службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Но сельхозпроизводители не получили указанную сумму, так как даже школьнику было понятно, что выделенных денег не хватит, чтобы выплатить заявленную субсидию на объем произведенной или реализованной количества зерна. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, сумма от зерновых послин, поступивших в бюджет, составила около 300 миллиардов рублей. И правильнее было бы в таких условиях, и было заявлено, все-таки выполнить данную меру поддержки в полном объеме. Разделение по принципу, получивший господдержку и не получивший, по мнению Владимира Мимоглядова, прямое нарушение конкуренции. Поэтому требование к федеральным властям одно – выплатить обещанное всем, кто подал заявление. В Рязанской области, например, тех денег, что дали, всем не хватило. А у нас получилось так, что, допустим, в Рязанской области мы договорились всем по серьгам, раздали данную субсидию в размере 500 рублей на тонну реализованного зерна. Здесь мы слышали другие примеры, где пошли другим путем, ставили приоритетную группу, и кто-то не получил совсем. Фермерские хозяйства сегодня демонстрируют самые высокие темпы роста. Об этом говорил на съезде министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Государство направляет в сегмент малого и среднего предпринимательства совокупно почти половину средств, предусмотренных напрямую поддержку сельхозтоваропроизводителей. Видимо, эту сумму придется еще корректировать, чтобы хватило всем аграриям. А это новость для нумизматов. Банк России выпустил в обращении памятную серебряную монету драматург Александр Островский к 200-летию со дня рождения номиналом в 2 рубля. Александр Островский – основоположник Русского национального театра. Его перу принадлежит 47 пьес, многие из которых до сих пор входят в репертуар российских театров. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба с обозначением номинала. На реверсе – портрет Александра Островского на фоне поднятой театральной кулисы. Рядом сцена из, пожалуй, самой популярной его пьесы «Гроза», а также фоксимиля, подписи драматурга и годы его жизни – 1823 и 1886. Тираж монеты – 3000 штук. В этом году в вековой юбилей отмечается российское общество «Динамо». Основная дата в апреле, но предпраздничные и праздничные события будут проходить весь год. Первый из таких в Рязани масштабный футбольный турнир среди мальчишек уже определил победителя. Если говорить откровенно, то это был вовсе не турнир, а самый настоящий чемпионат. 12 команд, по 6 из города и области в течение месяца выясняли, кто из них лучше на поле. До финала добрались самые стойкие и организованные. Ряжский «Спартак-1» и Рязанская спортивная школа по футболу. Понятно, что эмоции на площадке зашкаливали, понятно, что в 10 лет играют изо всех сил, и понятно, что двух победителей быть не могло. Красно-белые дважды подловили соперников на ошибках, а свои ворота оставили сухими. В итоге главный кубок уезжает в Ряжск. Команды были сильные, отбор серьезный. Куповые этапы прошли на нервном уровне. Мы постарались выйти с первого места. Финал сложился очень сильный. Выступили ребята, молодцы вообще, тренера. Спасибо всем организации. В общем, турнир достойный. Будем ждать новых встреч. Мы благодарим за этот турнир, который проведен великолепнейшим образом. И надеемся от своих ребят, я тоже сейчас с ними разговаривал, что надеемся на следующий год он повторится. И мы выступим уже и займем не второе место, а первое. Турнир на призы общества «Динамо» всего лишь первая футбольная ласточка. Впереди не только юношеские, но и взрослые баталии. Вековой юбилей обязывает. Вековой юбилей обязывает. Всем привет! Большое большое спасибо, что вы участвовали в Синопаде, в Синопаде, в Синопаде, в Синопаде. А мы вас все впереди, и я думаю, вы будете очень любить. Это обязательно. Спасибо за участие. Всем участникам турнира были вручены кубки и памятные медали. Лучшими игроками в командах-финалистах были признаны Иван Зиньков и Михаил Пракин. А звание лучшего бомбардира турнира получил Евгений Данилов из спортивной школы по футболу, забившей 18 мячей. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok